В конце 2021 года в структуре 540-го зенитного ракетного полка имени Ивана Выговского был сформирован новый дивизион ЗРК. И этот зенитно-ракетный дивизион претендует на звание самого молодого в структуре воздушных сил ВСУ. Какие типы ЗРК получил этот самый молодой дивизион в составе 540-го зенитно-ракетного полка, ну и откуда брали матчасть, по понятным причинам не раскрывается. Но в открытых источниках можем найти упоминание, что зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского использовал в частности С-300ПТ. Но и здесь важнее сам факт, что буквально накануне войны наше государство нашло ресурс, чтобы сформировать хотя бы один дополнительный дивизион ПВО. Указанный дивизион с конца 2021 по февраль 2022 года проходил курс боевой подготовки. День вторжения 24 февраля 2022 года встретил на границе с Белоруссией и удачно смог выйти из-под первого удара врага. За все время войны этот дивизион выполнил 20 боевых пусков, во время которых было сбито 10 крылатых ракет и 3 беспилотных летательных аппарата врага. Для сравнения, по состоянию на 26 июля 2022 года, всего за время войны все подразделения 540-го зенитного ракетного полка имени Ивана Выговского сбили 32 крылатые ракеты и 8 беспилотников-оккупантов. В этой истории в нашу пользу сыграли сразу несколько факторов. Мотивированные воины воздушных сил ВСУ смогли поднять с хранения советскую технику, вернуть ее в строй и овладеть, и соответственно, во время войны непосредственно достаточно надежно закрыть небо на границе с Белоруссией. Фактор 2. Свою роль сыграла и поддержка волонтеров. Например, как оказалось, в первый день вторжения оккупанты разнесли столовую зенитно-ракетного дивизиона. И как раз на этом моменте на выручку нашим зенитчикам пришли волонтеры, которые обеспечили продуктами питания. Соответственно, вопреки всем невзгодам, обслуга ЗРК могла сосредоточиться на решении главного вопроса – уничтожение воздушных целей врага. Спасибо за просмотр. Слава Украине!